Юрс, в эфире. 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 У нас сегодня погода поменялась. Ветер, снег и дождь. Самая гусиная погода. Но гуся нет только. Пятерка хорошая, да? Помани, помани еще. Утки завтра кружат. Вот лужа. Стая уток. Сейчас я камеру поменяю. Вот. Утки много летают. Утки. Улетели, да? Взяли трех штучек. Не пустые уже. Леди тут моросит. Леди. Работать хочет? Взяли трех штучек. Одного не смогли найти. Упал в кукурузу. Попробуем потом поискать. Так, камеру ставлю. Гуменники, стайка гуменников и леди. Вон над нами еще стая, работают все стулы, разваливаются. Смотрите, вот они. Фокуса нет, вот фокус. Фокус теряется, когда начинаешь увеличивать, кружит хорошо. Фокус теряется. 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 всем привет стоять решили осмотреться на этот на youtube канал как 10 день охоты сегодня у нас 10 день вот прям прямое включение из коротка хорошо заходит другие наверно да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Собака понимает, что мы маним и ждет, когда гуси падут Но гуси не падут Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дождик идет, камера Всем привет, кто присоединился к нашему эфиру ДимаTorzok Снег тает, поэтому здесь последний в этом скоротке утрянка Не надо будет менять место, не надо будет менять место Сегодня день будет поиска, поиска разведки под завтрашним утрам Здесь стоит камера, а вот там, а вот там, а вот там основная присада Гуси заходят, попробуем, попробуем с ними поговорить Держать Снижается, да? Снижается, да? Дежа Да, я делаю Да, давай уходит юр отманить нет возвращается сейчас будет на могу поднялись пара поднялась поливал на горизонте появилась ниточка гусей хорошая толпа такая шалман целый вот чучела стоят серпят серпом стоят на ветер как положено попробуем так ветер сюда гуси заходят с моей там хорошая толпа здесь сейчас я вам покажу сейчас я попробую вам показать у нее грязь на лапах и пара уток зашли с грязными лапами летают здесь уток не стреляем если что ребят уток не стреляем стреляем только гуся против часовой пошла движуха может сейчас что-нибудь прямой эфир попадет так вот закроешь и решение на прямом эфире гогочит даже соскучился после вчера по ней вообще собака так не не должна это минус хозяина но так как собака уже у меня 9 лет я ее переделывать не буду менять мы ее просто все терпим мы знаем она разговаривает с нами сидит кратке смотрите какой у нее адреналин вот как она хочет бежать уже было предложение сделать манок для собаки чтобы она не скулила бубнила какой-нибудь звук один леди вот она юра манит она смотрит смотрит возьмется за ружье когда он не манит она слушает но совсем ты тут не забрать гусек подошел в хорошем количестве всем всем привет кто нас смотрит пишите задавайте вопросы пока мы сети мы вам ответим может быть слышите как гуси кричат вот они летят шалман хороший летит окей закруживают не знаю будет видно нет я вот там на горизонте закруживают вот так делится так сказать отколется сейчас я закрою калитку объясни что 20 человек на нее смотрят пишет хоть 40 человек не все равно она на охоте это ее состояние души она кайфует не может от этого понимаете сейчас как это выглядит вот она смотрит гуси кричат слышите гуси кричат леди у нас не трейл и я такого слова даже не знаю трайлового знаю конечно нет леди у нас охотничьего разведения и в 2012 году когда она родилась привез из луизианы щенком в возрасте 6 месяцев в рф за 9 лет она родила 4 щенка одну девочку и трех мальчиков поэтому если кто-то хочет от леди сына или дочь ну и лединых кровей то это надо выходить на заводчика который взял у меня девочку дочку ледяну гуси кружат юра там что-то делает гуся много достаточно гуся меньше чем вчера кто вчера смотрел прямой эфир тот видел сколько вчера было гуся тысячи тысячи но это не показатель большое количество птиц это не показатель что ее можно там отработать до слышно да гусей здорово они кружить кружили ничего интересного дают а где идут дырка маленькая в этой сетке вот тут в дырочку смотришь где они велики слышите галдят а 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 подачи 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 хорошо заходит а пропускаем маним 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 велитали поля двое дарить effects flow Развернули все. Двойка здесь. Дверь, что она идет хотя бы на грани. Вот вам, ребята, эффект большой стаи. Хороший налет, большая стая. Леди, приди в себя. Приди в себя. Большой налет, большая стая. Но они взяли и сели в стороне к другой присаде. Кружанули на грани выстрела. Мы по таким не стреляем. Дистанция где-то метров 40-45 была. Хорошего прям капитального налета из них не получилось. И они сели в стороне. Там большая толпа сидит. Чучел выстрелили на 30 штук. Страстная собака, согласен. Собака готова носить постоянно гусей. Белолобые, да. Белолобики летят. В основном белолобики. Гуменника мало. Слышим голоса Гуменника, но мало. Что там, Юр? Что-то сели. Какие-то ушли. В основном все сели. Камера работает. Юр, скажи пару слов. Сегодня, не вчера. Совсем другая погода, но самый главный фактор, которого мы боялись, это человеческий фактор. Вернее, раздолбайский, я бы сказал, даже фактор. Когда приехали вчера раздолбай на кормовое поле, на котором мы на этом поле охотились. И мы когда закончили... Сейчас я тебе перебью. Чтобы вы понимали, это то поле, где я на фотографии лежу на кресле, и за мной шалман гусей, поднявшийся на фоне. Вот они в это поле въехали на машине, на дутых колесах. Да, въехали на это поле. Но я даже не знаю, как это объяснить. Как это пояснить, но это крайне дурацкий, неохотничий поступок. То есть, въехать в кормовое поле, скопление гуся посреди бела дня, его отсюда расшугать, встать на нем на вечерку, без выстрела простоять, естественно, потому что он отсюда снимается на воду, уходит с корма. Ему здесь вечером делать нечего абсолютно. Просто всего гуся расшугали нам, но в итоге мы имеем не так много, как хотелось бы. Без мата тяжело говорить. Без мата тут тяжело говорить. Слова склеивают. Негодяи, в общем-то. Ходили там, под поливалкой стояли, стреляли, и проехали мимо нашего скоротка, посмотрели, и даже чучело задели, лепнули ногой. Негодяи. Причем, это известные люди, известные личности, и их поступки об этом говорят, собственно. О их поведении. В общем, ну это их, на их совести будет, но это не поступок охотника, особенно охотника-гусятника, да и вообще просто... И самое главное, даже если ты не умеешь охотиться, даже если ты там не понимаешь, не разбираешься, ты проедь, тут люди стоят вон лагерем, ты проедь мимо них, спроси, ребята, вы где охотник, как мы вам не помешаем. Нет, люди сразу приезжают в поле. Вот, смотри, журавли какие плохие. Сейчас покажу. А, красавица. Два журавля. Два журавля. Два журавля. И ворона. Не подъехали, не спросили, не поинтересовались ни у кого. Просто заехали в поле и все это помимо того, что не охотничий поступок, это еще и не человеческий поступок. Ну, люди же, они существа социальные, как-никак, должны друг с другом как-то общаться, начать находить точки соприкосновения, компромиссные варианты. Но нет, здесь ни о каком компромиссе речь не идет. Увидел гуся и заперся, и плевать мне на то, кто там, как там охотится, какие скратки ставят. Ладно, не будем о грустном, мы на охоте. В любом случае, у нас хорошее должно быть настроение и настроение. Да, добыча есть, с трофеями. У нас без трофеев одна, что ли, всего в этом заря была. Да? В этом сезоне Шалман гусей сидит впереди. Где-то метров 800, наверное, может быть, километр от нас. Вроде как гусики летят в нашу сторону. Закроемся. Всем-всем привет, кто присоединился. Сейчас я еще вам расскажу. Вчера был вопрос. Видишь их, Юр? Видишь, в городе, напрочекался сейчас. А, надалеко. Нет, не наши. Не наши. Включаю? Вроде. Не наши. Не наши. Ничего. мы не сказали об одном моменте нет вы в эфире сегодня у нас было прекрасный налет поутру не всем было удобно стрелять потому что он заходил так сказать нельзя тем кто с противоположной стороны строка находится добыли 2 гусей из этого налета один гусь улетел и с помощью подманивания его в том числе криком условно раненого гуся мы его вернули он налетел на нас и мы его добыли он упал прямо это кстати на останется на на видео должно попасть видео этот кадр так что вы его увидите в основном фильме мы об этом налете расскажем еще эти три штучки налетели одни вороны летают гусь сидит гусь сидит кормится можно пока пристать чуть под размят спину вчера кто-то спрашивал у нас какие стульчики мы используем вот стул такой на лапках регулируем а вот стул а вот такой стул обычный вот стул с лапками еще он удлиняется можно под разную местность складывается и можно удлинить стойку здесь вот так вращается то есть удобно очень маню мне не надо ерзать я крутанулся и с одной стороны скоротка уже скоротке на другую меня минимум телодвижений и это на настройка идет на нас тройка тройка вон на поливалка видишь дают стройку можно лететь походу на грубенье молча находит нет а 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 еще бывает ветер на самом деле выстрел был на грани хотелось просто гулять мы на самом деле сидячего гуся в стране надо поднимать и иногда вот такие вот выстрелы они идут даже в пользу потому что сидящий рядом гусь он сманивает подлетающих на манок птиц толпа которая сидела рядом который мы до этого манили она взлетела после нашего выстрела они проследили за ним суша вот сет вот этот вот хищник летает орел да нету леди да совершенно справедливо совершенно справедливо мне это все рассказываешь иди расскажи мне иди поделись нету не вполне совершенно справедливо собакам и расстроена что папа не попал гуся смотри вот он гусь летит могу закрыть калитку сетка не должна колыхаться на ветру иначе это отпугивает сетка сетка не должна болтаться на ветру сейчас зарядим патрон тройка там а справа кто орет давай поманим попробуем всем доброе утро москва доброе утро 7 утра понимаю воскресенье но мы на охоте у нас 8 кстати одиночка на от меня честно 12 будет одиночка одиночка очень не контактный гусь потому что они ведут здесь очень ну как массовый образ жизни они даже маленькие стайки они норовят присоединиться к большой стае поэтому очень собака страстная конечно страстная используем спорт пласт обычный спорт пласт конкурентов больше не было никого приехал да согласен пап дебила хватает везде можно было стрелять да не расстраиваемся конечно что расстраивается охота идет нормально все планы до планы предварительно сейчас после утрянки здесь все собираем сворачиваем едем на лагерь и будем там уже принимать решение но точно с этого места уже уезжаем наверное дает точно наверное пока пока не решили еще на самом деле надо подумать гуси летит в принципе от гуся уезжать чего от него уезжать он летит количество есть налета есть что нам еще надо по сути так то разобраться поэтому еще надо подумать будет просто надо обновить будет скрадок он тает тот снег который мы нагревли вчера поэтому подумаем да вот таких на этом леди надо в загон посылать чем я стреляю всем всем привет всем доброе утро кум манит постоянно вообще манок не убирает и ир говорят что сам постоянно кого-то манит ну леди я маню хватит 30 чучел используем 30 около какой деревни охотитесь гео . сейчас скину координаты гео . конечно я вам не скажу где я хочешь иначе конкуренты замучают совсем в том то и дело если налета есть зачем уезжать вот вот здравая мысль и человек пишет если есть налет миллион гусей ну вы его на мы его видели короче стреляем тройкой вот тройка это феттер ну без рекламы пацаны стреляю собрал весь хлам который нужно было уже давно расстрелять здесь есть и не хлам наверно да мираж клевер единица вот она наверно как двойка наша будет может ближе к тройке вот есть азот рс тройка рс есть главпатрон место надо другой человек пишет нам антипов 1979 надо и искать новое место не настеганную да ребят ну на самом деле здесь не особо то его мы настигали здесь мы не шибко его и настигали тот которого обстреляли он уже полетел дальше здесь гусь он не не оседлый да он транзитный перелетный какое-то время посидел покормился поле кормовое где мы находимся кукуруза и рано или поздно сюда прилетит новый гусь который захочет поесть которого мы здесь подождем у нас просто не так много времени осталось по крайней мере у меня для охоты поэтому тратить день на переезд не особо хочется и силы тем более надо сэкономить надо выспаться как следует дн дн привет дн какой патрон предпочитаете я предпроизводителя этот азот главпатрон нравится азот и главпатрон а на самом деле по большому счету без разницы не шибко принципиально который стоит подешевле более менее перчатки вот нет не мешают перчатки не мешают но нужно белые перчатки у меня где-то вижу налет идет ребят хороший налет поэтому надо будем выпускаем до а 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 Тройка хорошо идет. Не поли контору, пальцы окрой. Не поли контору, пальцы окрой. Не поли контору, пальцы окрой. Вот они эмоции, вот они эмоции, живые эмоции. Я не стал стрелять на самом деле, надо было поснимать налет. Леди у меня здесь натворила дел, капец. Это капец, патаны. Вот это вот капец. Уронила ящик с патронами. Жесть. Жесть какая-то происходит у меня. Это вот капец, как это вообще... Вот это как вообще? Видеть, ну... Как это собрать? Прошмар. Леди. Ты дел мне напарил, иди за подранкой. Иди, давай, конечно, за подранкой. Ну, а что ты мне рассказываешь? Я что ли стрелял? Я не стрелял. Что-то она мне рассказывает. Патроны суши. Я сейчас это... О, Аленушка присоединилась. Доброе утро, любимая. Юрик пошел. Как самый легкий на ногу. Нет, он сидит. На самом деле он сидит около выхода. Надо сидеть около выхода в скоротке. Это вообще... Самая козырная позиция, это сидеть в самом дальнем углу от скоротка. Ну да, я сразу сныкался сюда с собакой, чтобы никому не мешать. Блин, капец, вообще. Леди уронила ящик вот в эту грязь. Она не пришла мне сюда снега грязную. Пацаны, вот как достреляю патроны, поеду домой. Ты как-то левее не может, иди. Да. Леди. Юр, ты справа уходишь. Доброе утро, доброе утро. Сейчас вытру чем-нибудь, посмотрим. Не так много. Спачкалось. Надо нишу сделать нормальную. Патрон. А вот еще один. Нашла? Бегают. А, я заснял его. Зато заснял, как вы стреляли. Наш с единицей пошло, причем. Наш с единицей уже стреляли. Нормально. Да, до этого тройка была. Что, Александр, гуси не палят, что звук в 20 метрах отчучел? Нет. У нас есть вот здесь небольшое количество прямо возле скротка. В них камера одна спрятана. И не палят. Они заходят в монок. Ну, ветер в этот раз относительно скротка, боковой. Не совсем они удобно заходят. Вот сейчас мне неудобно было стрелять. Не мой сектор. И по технике безопасности я не стрелял. Потому что стрелять через голову соседа ни в коем случае нельзя. А налет был уже, ну, раскруживали, уже несколько кругов сделали. Если стрелять не сейчас, то они бы сели просто где-то в стороне. Или спалили бы. Я тут весь в грязи. А что на налете обрубило? Связь, что ли, потерялась? Не понял. А не было, не видно я вообще. Не, ну, что-то видно было, наверное. Да. Я так и тоже думаю. Вот пишут парни. Привет. Гусь есть и куда вы от него хотите уезжать? Будет и на вашей улице праздник. Грузовик с гусями перевернется. Согласен. Надо сидеть и ждать. Юра, левее немножко. На каком расстоянии ставите чучела. Вон лежит. Чучела ставим на расстояние. Достаточно для посадки. Да, еще. Здесь уголок стернюшки. Кубанный. Здесь бурьянчик. Вот в этом уголке стоят чучела. Вдалеке. Ну, не знаю, сколько метров. Сорок, наверное, до них. Примерно. Можно оттянуть. Они стояли близко, уже оттянули дальше. Можно еще дальше оттянуть. А вот Юра направляет. Вон куда утянул. Он нельзя видать в глазах. Видишь? Если увеличишь, ну что видишь? О, торчит. Видишь прямо. Ага, вижу. Вон к нему прям бежит. Сейчас она будет довольна. И будет вести себя немножко спокойнее. В какое-то время, да. Ну, здорово, что видно, здорово. У нас, кстати, в чучелах ходит ворона. Прибилось к чучелам. Показатель безопасности. Ладно, ребят, заканчиваем, наверное, мы прямой эфир. Сейчас дождемся леди. Попрощаемся с вами. И завершим. Потому что налеты идут не так часто. Ждать налет. В принципе, один был. Птичку взяли. Уже настроение лучше. Вон там у нас уже есть гусишки. Да, куда тот делся, непонятно. Все же, мне кажется, надо вот здесь. Юра не доходил туда. Он вот там вот смотрит. Он забирает. Ветром его сносит. Хошь, пройди. Ну, сейчас смотри. Либо будет еще один какой-нибудь туда. Пойдет тогда заодно можно сходить. Всем-всем-всем привет, кто присоединился. Всем доброе утро. К черту ни пуха ни пера. К черту. К черту. Спасибо, ребят, спасибо. Гуменник? Гуменник, Юра говорит. Вот он. Бежит по кукурузе. Креп темно, конечно. Да. Крепкая. И тяжелый. Леди несет тяжелой. Да. Молодец еще. Размером с Леди. Молодец, Леди. Молодец. Молодец. Дождалась. Неси сюда. Давай, давай, давай. Ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне сразу. Ко мне, ко мне. Калитка. Ко мне. Давай, давай, давай. Давай, давай. Заноси, 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 заноси. Оп. Молодец. У собаки на лапах, как у Юры, наверное. Налипла вон. Грязи. Молодец. 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 Твой. Твой. Твой гусяка. Твой. Твой гусяка. Здоровенно. Очень не взорвался. Тяжелее Леди. Ливот. Да. Совершенно справедливо. Вот. Табор. Подранка. Это не ходовая. Собака погрязи, поэтому успевает просто развить скорость. Молодец. Молодец. Твой. 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 Твой гусяк. Твой. Только ты мне, Леди, уронила ящик с патронами, когда выскакивала. Вот сюда положил. Хороший. Хороший. Патроны мы потом все соберем. У меня там пакет спрятан в траве. Там уже со вчерашней охоты. А это гиза с сегодняшней охоты. Не очень много садим. Садимся. 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 Садимся на место. Ой. Сейчас. Переключу камеру. Садимся. Садимся. Юр. Посмотри. В камеру покажи, как по его расчету. По его расчету. Вот так вот выглядит охотник, который действительно охотник. Сидит на выходе из коротка. Принимает... Принимает весь удар леди, пробегающая мимо. Юра, блядь, пошел. Вот первый клавыгора сидит. Да, мы тут пообсуждали, что самое это... Такое место. Слушай, они хорошо заходят. Надо зарядить... Заряжайте ружья. Неинтересовались, но как-то не это... Без фанатизма. Не, пока не надо. Перчатками теряю. Закрываем калитку. Ну так они... Слушай, они заинтересовались здорово. Они сейчас идут по ветру за спину. Да, да, они там кружат. Ты в камеру смотришь? А почему сзади? Мы-то про передних говорим. Не, камера-то стоит у нас перед нами же там. Ну. Вот гуси сейчас летят на час. На нас? Ну, вдоль как-то не поймешь. На час. На час летят. А, вижу, вижу. Видишь? Они там подснижаются. Вот он. А вы там задвижаете. Да, ты слегка не можешь видеть. Видите, ты все патроны мне вывалила. Видите, ты все патроны мне вывалила. Пятерка заинтересовалась. Сейчас я... Ни кем занимаюсь, конечно, ребята. Нафига, что у меня грязи. Вот, я сейчас патроны. Сам виноват. Не закрывай, потому что... Вот это... Вот это... Вот это, не знаю, еще. Все. Держи. Звук нехороший. Кто-то морет так. А? Слышите этот звук в камеру? Это очень плохой звук. Это звук... Да. Звук опасности. Вот они раскруживают. Очень осторожен и ведут себя. Очень осторожен. Олимпай. Олимпай. Ты тут что-то начинаешь. Разработай. О européе. Ольта же она нам отдыхает. хорошо хорошо ломаются прям конкретно ломают Хер Хер Леди Хер где место цепь не скули не скули Будем бить Пропустил Видишь со спины Закруживай 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 Ниже их не спустись Приготовьтесь Над нами Я скажу куда Идем Нет 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 Не если бы вот сейчас сесть обратно Прослушал Юра у тебя нет этого барашка в кармане Манить их уже бесполезно Мама смотрит Юр Мама смотрит Юр Мама смотрит Юр Моем привет Привет Только добыли гуся Гуменник Ощипаем целиком Сегодня будем готовить бургеры из гусятины Ребят Сегодня у нас будут бургеры Вчера было не до бургеров Вчера было не до бургеров Спали отсыпались Очень устали после Ксюша Ксюша тоже привет Собакой нет ничего сложного нет Мы уже привыкли к ней Те кто Охотятся с нами Она никого не раздражает Это же собака Это леди Куда без нее Она таких нам приносит гусей Только мы стреляем не важно Так бы она бы уже натаскала У нас сегодня норма 18 штук Так же как и вчера Но Есть Запас По птице Чтобы можно было поохотиться Подольше Вчера мы пораньше завершили Охоту Тебе Ксюша привет передает Спасибо Ксюша Спасибо и тебе привет Лена пишет Что мы сегодня очень грязные Ой Забываю камеру включать Есть немного Сегодня мы В грязи сидим Тепло на улице Все тает Избушка заячья тает А Лена Говорит на грязные Намекает на то Что нам пора в сауну Ха-ха-ха-ха Лена нам Юра говорит в сауну пора Дядя Сережа привет Привет Дядя Сережа нас тоже смотрит Привет Дядя Сережа Смоленск на связи Сидим в скоротке Так а я не вижу Сколько времени у нас уже идет прямой эфир Кто-нибудь может сказать Уже почти так снимаешь Ты начал 8 по нашему времени Да Напишите сколько времени уже эфир идет Будем заканчивать Не это утка Похоже на утку Она и садится там да Ладно ребят будем завершать А Лена пишет уже прям сейчас выдвигайтесь Вас там уже ждут Видишь какая у меня Жена любимая Сколько добыли? Четверых наверное? Четыре Четыре гуся добыли Четверо Пятые они не Не смогли найти в кукурузе Еще сходим поищем Потому что Скорее всего Либо Либо он затаился Под ранком Попробуем добрать Более большое кукурузное Сходим посмотрим Да я вижу Час пятнадцать мне написали Да будем заканчивать эфир Попробуем Я его оставлю Это видео В инстаграм И попробую Скачать и загрузить На ютуб тем Ребятам кто Сегодня не смог посмотреть По каким-то причинам Ну что Всем пока Счастливо Всем хорошей охоты Всем хорошей охоты Хорошего дня Доброе утро Просыпайтесь Попробуем Попробуем Попробуем